всем большой привет сегодня суббота 9 утра я уже мчу на бьюти субботник сегодня мероприятие который я еду впервые и сегодня папа остался дома с детками и наконец-то подарил мне свободный денек для того чтобы я немножко отвлеклась от домашних дел посвятила это время себе и конечно я не хочу пропускать такое мероприятие без вас поэтому обязательно беру вас с собой если вам конечно интересно как пройдет у меня сегодня то субботний утро субботний денек оставайтесь со мной я думаю что будет интересно потому что тема субботника тоже очень интересный поехали а Убку, то есть ее необязательно в этом случае заправлять. Юбка, обратите внимание, вроде простая юбка, а-ля карандаш, но она идет с принтом, необычный такой принт горошек. Следующие на оттенке, это мы купаем брюки, юбки и костюмы, и вместе это между собой прекрасно потом сочетается. Вот, например, такое замечательное сочетание. Но здесь мы более женственные, более привлекательные, мы уже не такие строгие, не такие авторитарные, не такие деловитые, здесь больше идет женственность. Как только появляется синяя цветовая гамма, глубокая синяя, глубокая черничная, то там уже идет больше строгости, надежности и уверенности в себе. То есть мы транслируем более-таки уверенные образы. А если полностью идет цветовая гамма в синей группе, собранная, то это говорит о некой холодности, отстраненности и закрытости. Здесь мы уже не можем говорить, что образ женственный, даже если это супер элегантное женственное платье. Потому что синий цвет надежности, цвет уверенности. И когда нам нужно это транслировать, то мы выбираем именно этот цвет. Как только появляется запрос на женственность, либо пурпурная гамма входит, либо бордовая гамма, лиловая, нежно-розовая, нежно-светло-голубая, на основе глубокого винного, либо глубокого бордо. Вот такая цветовая гамма прекрасно сработает. Кожу тоником. Любой тоник, который есть у вас. Это обязательно. Потому что за ночь огромное количество токсинов выделилось уже на лице. И токсины, и пот, и кожный жир, и чего там только нет. То есть нитраты, поставки, дежурные металлы, смешанные с токсиновыми бактериями. И все это надо, в первую сторону, убрать с лица. Почему? Потому что ни один тональный крем не ляжет хорошо на неочищенную кожу. Вот когда начинают мне жаловаться клиентки, говорят, что у меня тональный крем исчезает в середине дня. Либо плохо очищенная кожа перед нанесением, либо нет вазы, праймера. Потому что самое главное перед нанесением тонального крема, это подготовка нашей кожи. Это подбор правильного ухода и правильного праймера. Ну, уходом мы сегодня не занимаемся. Это тема наших будущих людей субботников. У нас будет специалист по коже, по уходу, который будет на все рассказывать. Вы только что могли видеть небольшой отрывочек из мероприятия, на котором я была. Это мероприятие проходило 8 октября в Москве. Называется на бьюти-субботник. Меня приглашали еще на бьюти-субботник, который проходил летом, в июле. Я, к сожалению, да, к своему большому сожалению, не смогла на него попасть. Мне не с кем было оставить детей. Поэтому вынуждена была его пропустить. Но в этот раз легли карты как надо. Все сложилось. И благо я смогла вырваться на один день и побывать на этом мероприятии. Я хочу сегодня с вами поделиться своим мнением, своими впечатлениями о том, как это было, что это такое. И почему я вообще вам советую туда сходить и вообще однажды побывать на таком мероприятии. На бьюти-субботнике, который проходил 8 октября, у нас было 5 тем. И тема была адресована офису. Первое это было по стилю одежды, по гардеробу. То есть у нас выступал имиджмейкер профессиональный. Я все ссылки ниже оставлю в описании. Именно всех спикеров, которые были на этом мероприятии. Если вам кому-то будет интересно, можете потом зайти в интернет, где-то почитать, либо найти соцсети и также посмотреть личные странички, пообщаться с ними. Это был, как я уже сказала, имиджмейкер, который нам полностью показал и рассказал о том, что модно в этом сезоне, о том, что в тренде, что как с чем сочетать, как что-то убирать лишнее и показывать, подчеркивать свои достоинства. Ну, вроде как бы можно сказать такое обширное понятие о том, что будет модно в этом сезоне. Конечно, акцент был больше на офисный вариант, тема была офисная. Но я думаю, что все, абсолютно все подчеркнули что-то для себя нужное, даже несмотря на то, что я не работаю сейчас в офисе, да, я сижу дома с детьми. Все равно тема, которая касалась гардероба, все равно она очень полезна. Это новые цвета, модные цвета, сочетание цветов между собой. Каждый, что цвет означает, как применять его на себе, в каких условиях тот или иной цвет будет уместен. То есть действительно такие очень интересные темы. Вторая тема это была по визажу, выступала Ирина Журавлёвой, визажист. Боже, я влюбилась просто в эту женщину, правда, мне кажется, на Бьюти-субботнике она пользовалась большим успехом, чем остальные спикеры. Ну, мне так показалось, потому что все-таки девочки есть девочки, и всегда макияж, красота, и все, что с этим связано, всегда всех интересует. И даже в перерывах между нашими мастер-классами все равно подходили многие девочки к Ирине и что-то спрашивали, что-то там для себя интересовались. В общем, для меня эта женщина открыла что-то новое. От визажиста я осталась в полном восторге. И опять-таки можно потом пройти консультацию с тем или иным спикером и задать нужные вопросы, которые вас лично интересуют. Потом у нас была тема, это, конечно, сейчас странно как-то звучит, и до сих пор я не совсем могу понять эту профессию. Это человек, который занимается энергетикой людей. Да, в общем, как-то это, конечно, всё странно, но когда ты присутствуешь на этом мастер-классе, ты слушаешь, ты немножечко расслабляешься, тебе помогают расслабиться, задуматься немножко о своих даже внутренних каких-то понятиях, немножечко поменять что-то в себе, расслабиться, отвлечься от всей вот этой вот нашей суеты. И, ну, так скажем, нас это немножечко расслабило. И просто такой мастер-класс, который не заставляет ни о чём думать. Ну, вот просто послушать, отвлечься и расслабиться. Всё. Тоже оставлю все контакты, опять-таки, чтобы вы могли почитать, что это такое и как люди вообще в этой сфере работают. Потом у нас был мастер-класс по волосам. Все, конечно, очень любят свои волосы, начинают сейчас все очень яростно за ними следить. Различные маски, уход, укладки, всё-всё-всё в этом роде. Все, конечно, интересуют, поэтому, конечно, эксперт по волосам тоже пользовался большой популярностью. И также, кстати, хочу заметить, что было приятно. Все спикеры присутствовали на других мастер-классах, также слушали, получали какие-то знания и даже участвовали. Вот это очень мне понравилось, то, что все, знаете, вот сближаются, все в одной кучке. Всё вместе принимают участие. Всё это проходит в весёлой, такой уютной атмосфере, обстановке. И ты действительно себя чувствуешь очень комфортно. У тебя нету какой-то зажатости. Даже несмотря на то, что я пришла одна, и вот я признаюсь, что мне как-то было неловко туда ехать, потому что я понимаю, что, скорее всего, девочки будут уже многие знакомы. Ну, как и предполагала, так и вышло. Многие приехали с подругами, у них была своя компания, да, и они общались. А я приехала одна. И, конечно, ну, такое ощущение всегда есть, да, что ты приходишь как будто в новую компанию, и ты как-то сидишь так в себе неловко чувствуешь. Всё вот именно эта атмосфера сближает, расслабляет, начинаешь всё равно как-то общаться в перерывах между этими мастер-классами, и чувствуешь себя очень хорошо. Хочу спасибо сказать отдельно Татьяне за организацию. Всё было очень здорово, было весело. Несмотря на то, что я не пила шампанское, мне было всё равно очень хорошо, и действительно атмосфера была очень тёплая. Также и диджей играл приятную музыку, которая тоже помогала расслабиться. Также мастер-класс у нас ещё был по игре в театр. В общем, это такой мастер-класс последний, который для меня вообще открыл новые границы. Там, наверное, самый вот мастер-класс, один из самых, который меня немножко пугал, потому что я не знала, что она не нуждает. Когда собираются какие-то вот театралы, да, которые играют какие-то роли, что-то связанное с театром, они всегда могут тебе дать какое-то задание, которое ты не сможешь выполнить, потому что ты можешь быть неуверен в себе, в чём ты, и что ты справишься с ним. Вот у нас были тоже несколько заданий. В этом мастер-классе мы все распределились по парам, и, в общем, там было задание, которое мы должны были выполнить. И хочу сказать, что, знаете, это тоже такой нужный довольно-таки опыт, потому что, опять-таки, помогает посмотреть с другой стороны на какую-то ситуацию, более глубже вникнуть в эту ситуацию и рассмотреть её более подробно, то есть, ну, с другой стороны даже подойти к ней. В общем, многие, я думаю, что тоже нашли ответы на какие-то свои вопросы, и, наверное, многие призадумались после этого мастер-класса. Что хочу сказать? Эти бьюти-субботники проводятся регулярно, ну, в зависимости, да, там, от времени. Это всё можно отслеживать на сайте. Опять-таки, девочки, повторяю, все ссылки я оставлю внизу в описании. Обязательно заглядывайте, хотя бы просто зайдите на страничку, посмотрите и ознакомьтесь с этим сайтом. Я уверена, что вы обязательно захотите посетить один из мастер-классов. Я вот просто благодарна судьбе, что так вышло и попало на это мероприятие, потому что, попав туда однажды, я хочу уже посещать каждый бьюти-субботник, потому что на каждом бьюти-субботнике новые темы, что-то новое можно узнать, и в будущем планируются темы мамские, которые будут очень интересны для мам, и я планирую, конечно, его посетить. Я думаю, что у меня должно быть всё получиться, что я обязательно на него попаду. В общем, девочки, я вас всех, ну, не то что призываю, но я вам всем советую действительно посещать подобные мероприятия, потому что они действительно помогают нам расслабиться, просто уйти от вот этих вот забот, хлопот наших, потому что целый день одно и то же всё крутится в голове и поднаедает, и когда ты уходишь просто в совсем другое место, отвлекаешься, расслабляешься, я пришла домой полностью на позитиве, в хорошее настроение, и честно, вот я зарядилась такой энергетикой на это мероприятие, что я, наверное, ещё неделю буду порхать, вот на таком вот эмоциональном состоянии. Очень всё понравилось, безумно интересные мастер-классы, безумно приятное то, что люди, профессионалы поддерживают с вами связь, многие дают свой контакт для того, чтобы вы дальше смогли обратиться к ним за помощью, за советами. Я вообще вот от этого, конечно, в полном восторге. Буду рада, если вам это видео было интересным, полезным. Обязательно заглядывайте вниз в описание по всем ссылочкам, проходите, знакомьтесь, смотрите. Буду рада, если я вам помогла, и вы обязательно посетите один из мастер-классов. И большое спасибо, конечно, всем организаторам, всем профессионалам и спикерам, которые присутствовали на этом бьюти-субботнике. Мне очень всё понравилось, я обязательно посещу ещё не один ваш бьюти-субботник. Я вам говорю всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной и послушали. Надолго не прощаюсь, всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»